Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, вот взмах ресниц, секунда и раз и новая неделя. Вообще, вот время летит как-то все быстрее и быстрее. Давайте два слова еще о времени. Обычно чеку написано лет, дается на земле до 120 лет. Каждый раз люди, когда что-то происходит, или что-то просят Бога, дай мне еще время, дай мне еще кусок жизни. Да, это хорошо, а зачем? Посмотрите, на что вы тратите свою жизнь. Представьте себе, человек в банк пришел, говорит, так и так, вот я хочу взять суду, взял суду, пришел еще через месяц, говорит, дайте мне еще суду. А куда ты делал тело? Он говорит, да прогулял, проиграл там и так далее. Дадут ему новую суду? Вряд ли. Поэтому, а мы как раз по временам своим распоряжаемся. Думайтесь, возьмите один свой день и проанализируйте его. Смотрите, масса времени у людей уходит никуда, а в то время как можно спрессовать время и немножечко позаниматься, немножко что-то сделать. Возьмите такую простую вещь, как люди стоят в пробках часто. Есть человек, который изводится весь в пробках, сигналит и мучается. А второй радуется, ну замечательно, время получилось, включил какую-то лекцию, включил какой-то урок. Потрясающе. Ему Бог дал возможность свободного времени вырваться из этой гонки и немножко послушать урок. В самолете человек, в транспорте, там масса вещей, которые мы можем заполнить не пустым времяпровождением, а наполнением себя знаниями. Поэтому не убил на дорогу, на работу два часа, а целых два часа я мог послушать уроки. Я вообще не до конца понимаю. Я честно вам скажу, что уже много-много лет во всех пробках, во всех поездках, я всегда наушники включил себе и учусь. Говорят мудрецы, пусть 10 минут безделья выглядят в твоих глазах, как тяжелейшее нарушение. За безделье ты платишь своей жизнью, потому что это время твоей жизни, которое ушло бесполезно и безвозвратно, и уже не вернется. Написали мудрецы в этой же книге, рассматривая время безделья, как часть своего сердца, которое от тебя отрезали и бросили собакам. Ну так написано, но именно самое дорогое, что у нас есть, это время. Все остальное можно достать, заработать, купить, исправить. Время невозможно. Очень в следе написано, чтобы не было ни минуты безделья. Если мы понимаем самоубийство, как сведение счетов с жизнью, следует иметь в виду, что можно совершить самоубийство, убить себя физически, но можно и убить свое время, тем самым пренебрегая там возможностей, которая была в твоем распоряжении. Человек как бы совершает самоубийство поэтапно. Тут убил 10 минут, тут убил 20 минут. А время это, ну, невероятно важная вещь. Надо понимать, что оно не просто небезвозвратное. Мы не можем никогда считать, что все ушло в пустую, если мы занимаемся нормальным делом. Был такой Раф Минахи Мриканаки, он до 80 лет был совершенно простым человеком. И никакое изучение Торы не шло у него. Однако с 5-летнего возраста, на протяжении 75 лет, он не прекращал стремиться, молиться, работать день и ночь. И удостоился тем, стал великим медурецом Торы. В конце ему открылась Тора, почти в самом конце возраста, 80 лет. 75 лет молитвы, просьбы, мольбы, плача, пока Творец Мира не жалился, и не дал то, что он просил. Если кто-то не вдумается в эту ситуацию, ну, извините. Написано, на что разбазаривается время, сердце болит, но от мухи там особого ума не ждем. Но мы сами живем 70 лет, 80 лет, сколько человек живет, там, написано, ну, до 120. На что мы тратим свою жизнь? Кстати говоря, время еще есть менее интересный фактор. Его нельзя красть у себя, и нельзя красть у других. Написано, что вы можете считать себя хорошим человеком, порядочным человеком, который просто иногда опаздывает. Но согласно еврейской этике, если вы заставляете людей ждать себя, то это делает вас вором, причем вором очень, вором времени. Это вор воров, вы воруете у человека главное. Если вы стащили у него кошелек, он может быть где-то заработал, а время вы у него украли это все. Раби Нахман сказал, тот, у кого есть немножко разума, поймет, что времени вовсе нет, ибо прошлого нет, будущего, все еще нет, а настоящее, это как взмах ресниц. Следовательно, время человеческое в этом мире сводится к тому маленьким мгновениям, которое в человек прибывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мгновений. А если мы тратим ни на что? Когда мы говорим о мире, в котором нет времени, а как это нет времени? Вот так, рассматривая одно мгновение, в нем нет времени. Нам нужно экономить время, не для того, чтобы сложить его куда-нибудь в мешок, а для того, чтобы постараться уместить в это время побольше возможностей. Так как, к сожалению, жизнь человека всего 120 лет. Важно не, где ты в данный момент находится, а важно, идешь ли ты куда, и вообще, идешь ли ты вообще куда-то, и куда идешь. То есть человек должен двигаться, человек должен экономить, экономить на времени, но не экономить на себе. Заполнять это время, как можно спрессовывая его. Люди умеют спрессовывать время, они получают тяжело 240, потому что они в минуту делают то, что другие делают в час. Брахава от слоха, берегите время, берегите себя.